Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк сервис Алиэкспресс с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет ребятки. И тут сегодня ко мне на обзор попал телефончик ZenFone 2. Это у меня максимальная версия на 4 гигабайта и 64 гигабайта встроенной памяти. 4 гигабайта оперативка и 64 гигабайта встроенной. Поддерживает он LTE. Здесь 2,3 гигагерца процессор 4-ядерный Intel Atom стоит. 5,5 дюймов экран. Ну и сейчас, собственно, откроем коробочку и посмотрим, что там у нас внутри. Вот так вот у нас коробочка открывается. Вот у нас сам телефончик лежит. Вот такой вот здесь 13 мегапикселей камера, пиксель мастер. Вот 5,5 дюймовый IPS экран, Full HD. Процессор у нас 64-битный. Android здесь 5.0 стоит. Ну, придется перешивать на шестерочку, потому что уже как бы скоро там и семерочка подходит Android. Вот, а тут еще пятерка стоит. Не прикольно. Так, оболочка у нас ZenYui, 4 GLTE. Маркирация у нас ZE551ML. Так, достаем телефончик. Такой вот пластиковой штучкой он упакован. Смотрим, что там у нас внутри. Внутри у нас manual лежит. На... Что тут? На китайском и на английском языках, по-моему, нет. Только на китайском. Только на китайском. Внутри здесь лежит у нас USB кабель. Micro USB обычный. Вот, зарядочка. Зарядочка у нас, кстати, быстрая здесь, потому что телефон у нас, получается, поддержит Q-Charge. Он, по-моему, за 10 или за 15 минут заряжается на... Подождите. Или за полчаса, по-моему. По-моему, за 30 минут, короче, он заряжается на 60%. И за час полностью заряжается телефон. Батарейка у нас на 2 А. Вот, 2 А. Тут еще, кстати, дело в блоке. Здесь в обычной версии, там, в младшей, которая не поддержит быструю зарядку. Блок, кстати, идет обычный. Тоже на 2 А, только он не поддерживает быструю зарядку. Вот. А этот именно с быстрой зарядкой. Ну и все. А, еще даже подкинули переходничок. Прикольно. Ну, спасибо китайцам, спасибо. Ложим, ложим. Эту сторонку. Берем наш телефончик. Распаковываем. Смотрим. Кстати, тем, кому интересно, я там сделал кое-какие тесты в бенчмарках. Вот. Будут они здесь где-то. Вот. Так что, и там ссылочки, в общем, на них. Если кому интересно, можете переходить, смотреть, что там у нас по тестам. Так, телефончик у нас, кстати, поддерживает двойной тап. Раз, включился. Выключился. Это очень удобная штука, поверьте мне, ребятки. Я за время пользования своим телефоном уже забыл, что такое кнопка Home. Я постоянно пользуюсь двойным тапом. Всегда. Это очень удобно. Вот такой вот у нас оболочка. ZenUI. Вот она. Телефон не тормозит, работает отлично. Кнопка включения-выключения у нас сверху находится. Потом здесь же у нас 3-5 мм разъём. Микрофон здесь первый у нас. Здесь у нас второй микрофон находится. И разъём под microUSB. Так, кнопочка регулировки громкости у нас находится сзади. Вот она. Вот так. Клацается мягенько, кстати. Не туго, мягко идёт. Она рельефная. Вот камера у нас. Камера здесь на 13 мегапикселей. Двойная светодиодная вспышка. Двух тонов. Жёлтый и оранжевый. То есть, ну, тёплый и холодный. Решёточка под динамик. Вот надпись Intel. Так, чё тут у нас ещё? Батарейка у нас, кстати, несъёмная. Максимальное действие ещё, кстати, поддерживает NFC. Вот, можем даже заглянуть внутрь, под крышечку. Открывается телефон, скажем так, туго. Всё очень так плотненько прилегает. Ну, это и очень хорошо, кстати. Что у нас всё так плотненько прилегает. Вот у нас и антенка NFC. NFC телефон поддерживает. Так, тут симочки вставлены. Флешку я вставил. Проверял связь. Так, вот у нас батарейка на 3000 мА, несъёмная, кстати. Маркирация у нас какая-то стоит. Так. Ну, собственно, тут больше смотреть нечего. Вот наш динамик, который здесь находится. Закрываем наш телефончик. Закрывайся. Вот так вот. Всё очень плотненько. Телефон не скрипит, не репит, не сгибается. Всё очень хорошо. Сидит. Вот. Сейчас мы протестируем нашу камеру. Что-нибудь сфотографируем. Далее, далее. А то давай, давай. Так, это не то. Не надо. Сюда, обратно. Так. Фоткаем. Так. И смотрим. Ну, что-то размытое немножко получилось, конечно. Вот. Вот такие вот делишки. Ну, сейчас сфоткаем что-нибудь другое, кстати. Посмотрим. Может, просто, что коробочка какая-то. То ли свет так падает, то ли что, не пойму. В общем, надо сфоткать что-нибудь другое. Так. Ну, это уже вроде поинтереснее. Только что, я думаю, как-то фокусировку ловит. Непонятно. Ну, ладно. Так. Смотрим. Ну, что, вроде ничего. Так хорошо фоткает. Четенько так. Отлично. Даже, я бы сказал. Цвета хорошие. Очень даже неплохо. Ну, конечно, на экране камеры бумажки отличаются. Вот. А вживую смотрю, что здесь как бы цвета те же, но на экране, понятное дело, ярче. То есть, скорее всего, сам экран еще так передает свет. Ярче, чем есть. Вот. Что еще здесь такое поглядеть? Может, видео поснимаем даже? Сейчас поснимаем видео. Итак. Тест видео Asus Zenfone 2. Так вот. Снимает наш телефончик видео. Вот. И сейчас я сделаю тесты все. Antutu, Geekbench, все остальные. В общем, и уже покажу вам скриншотики. Что, где, сколько он набрал. Здесь, кстати, еще фронталочки есть на 5 мегапикселей, которые снимают в Full HD видео. Вот. Что здесь еще такого интересного? Ну, двойной этап, я уже сказал, здесь есть. Вот. Куча приложений от Asus, которые, кстати, очень удобно юзать и научиться. Пользоваться ими, то очень удобно и в использовании. Для передачи файлов на компьютер через Wi-Fi и так далее. В общем, фишечки, плюшечки там всякие удобнейшие. Так. Вот у нас еще яркость экрана. Сейчас глянем. Вот минимальная яркость экрана у нас. И вот максимальная. Вот. Хороший экранчик, насыщенный. Цвета очень неплохие. Попробуем, может, еще картиночку поярче поставить какую-нибудь. Зайдем в обои. И глянем. Что у нас здесь по картиночкам? Кто-то наяривает уже. Обойдутся. Мы тут обзор, понимаешь, снимаем. Они нам мешают. Так, ну, вот такая вот картиночка поярче здесь немножко. Вот она. Смотрится неплохо. Все красиво. Собственно говоря. Мне телефон очень нравится. Очень хороший телефончик. Сделан качественно. Никаких нареканий, в принципе, по его работе нет у меня пока. Вот. И сейчас я вам покажу тесты всевозможные, которые я только сделал. Я сделал уже скриншоты. И вам покажу только уже скрины. Итак, тестики я уже все сделал. Вот. Скиншотики поделал. И сейчас посмотрим, что там у нас по тестам выдает. А ну-ка глянем. Глянем, глянем. Так. И первый у нас Geekbench. Geekbench у нас в одноядерном режиме выдает 1068 баллов. В многоядерном 2963. Дальше. V-Lama. V-Lama Multicore 1500. 1577. Metal 1373. Android Web Wave. 3.376 выдает аж. Так. Что здесь еще у нас? GFX. Bench, по-моему, да, называется? Кажется так. OpenGL там у нас. Короче, он набрал здесь 404 балла. Немного здесь он, конечно, набрал. Мало. Так. Nanomark у нас он набрал здесь аж 58... 59, то есть и 8 фпс. Так. Epic CCDL у нас 58,7 фпс. При Full HD разрешении. High Performance. Вот. Так. Вот. Посмотрите поближе. Что там дальше у нас? Antutu. Antutu, Antutu. А где у нас тест Antutu? Так. А вот он. В Antutu он набрал 65600 баллов, получается. Вот. Не самый худший результат. Это средний результат. Если брать из общего числа смартфонов, то, в принципе, он находится на среднем уровне между флагманом и середнячком. Вот. 65600 баллов хватает для повседневного использования за глаза просто. Даже в игрушке можно рубашить в тяжелые. То есть на нормальных настройках все отлично идет. Можно играть, можно пользоваться. Ничего не тупить, не лагает. Вообще просто. Класс. Набрал нормальное количество баллов. Ну и вот он, расстановка его LG V10 на 28 месте, iPhone 5S на 29, Xiaomi Mi 4S, Meizu M3 Note. Ну и вот наш девайсик набрал очень неплохо. Недалеко он, кстати, ушел от Samsung Galaxy A Pro, который, блин. А стоит этот Galaxy A Pro гораздо дороже Asus Zenfone 2. Здесь, кстати, Asus стоит на сайте у поставщика 156 долларов минимальная версия. Это процессор, по-моему, 1,8 ГГц частота, 4 ГГц оперативки и 16 ГБ встроенной. Здесь максимальная. Тут у меня 2,3 частота процессора и 64 ГБ встроенной памяти и также 4 ГБ оперативной памяти. Смотрим дальше. Здесь у нас информация по телефону. Вот у нас рам, как видите, 4 ГБ, 64 ГБ памяти. Так, так, вот. Доступно у нас здесь 54 с копейками. Так, где-то дальше что тут у нас. Камера 12 Мп, разрешение дисплея Full HD, графический ускоритель у нас PowerVR ROG G430, модель CPU у нас Z3580. 32-битная система стоит. Так, что у нас здесь еще? Датчик приближения. Ну, это мы сейчас посмотрим. Короче, датчиков немерено просто. Всевозможные датчики, которые можно только придумать, все у нас здесь есть. Единственное, что нету датчика. Сердцебиения нету. Потом термометр воздуха нету. Какого еще здесь датчика нету. Так, ну, и все, в принципе. Все остальные датчики почти... Относительная влажность тоже нету. Значительное движение какое-то непонятное там, не знаю, чуть-чуть такое. Нету потом. Ну и все. А давление датчик. Это я уже, по-моему, сказал или нет, не говорил. Вот. И все остальные датчики, как видите, здесь есть. Детектор шага, счетчик шага тут есть. Потом векторное вращение, приближение, ориентация, магнитное поле есть. Магнитное поле еще одно какое-то там. А не калиброванное. Так, линейное ускорение. Короче, тут датчиков немерено. Ну, это интерфейс, Wi-Fi, Bluetooth, понятное дело, здесь есть. Как же в современном смартфоне без Bluetooth? Так, CPU у нас здесь. Чего это? Нет, не CPU. Это у нас, то есть, простите, батарейка. Батарея у нас тут 35% заряда, температура, он показывает. 170 грамм вес аппарата. Так, ну и что тут еще? Плотность пикселей 480. Фронталка у нас на 5 мегапикселей. Разрешение видео в Full HD снимает. Разрешение экрана тоже в Full HD. Так, ну и вот у нас CPU. CPU у нас здесь Z3580, 64-битный. 4 ядра стоит. Тактовая частота 2,3 ГГц. Очень хорошая машинка такая. Вот, ну это я все уже показывал. Вот такие вот тесты у нас, дамы и господа. Так что, кому было интересно, кому было полезно, подписываемся на канал, ставим лайки. Оставляем комментарии под видео. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok